Инцидент в Заиграйском районе произошел рано утром 5 апреля. Неизвестные попытались закинуть бутылку с зажигательной смесью в окно администрации. Но само окно не разбилось, тем не менее следы видны до сих пор. Полицейские тут же завели уголовное дело. Мало того, они практически сразу же нашли подозреваемого. Вот эти кадры, на которых видно практически один только силуэт. Для местных следователей это не оказалось проблемой. По их мнению, злоумышленницей оказалась 22-летняя девушка. Призналась в содеянном сама. Даже не пришлось проводить экспертизу. Вместо этого профилактическая беседа в отделе полиции с выключенным светом. Говорит, что думаешь, мы мужиков только метели, мы и женщин бьют. Вот били меня по ногам, по всему телу. По ногам, по животу, по лицу не били? По словам Валентины, в отдел ее забрали, когда она возвращалась домой. Привезли в Заиграева, к этому следователю. Следователь. Говорит, как мы тебе сказали, так все и рассказывай. А как они сказали? Ну, что я обозлилась на органы опеки, что решила, что ее ребенка забрали. Налила бензин в бутылку, подожгла от своей куртки, типа синтепон оторвала, запихала туда. Подожгла и кинула два раза в окно административное. Ну и потом побежала. Все, они сами говорили, как говорили. А я даже не знала, как, что там было. Действительно, проблемы с ПДН у женщины есть. Сейчас она судится с органами опеки, чтобы забрать детей домой. Вот мой старший сын. Здесь у меня спал маленький Артем. Здесь старшая вот кровать. Это их детская комната. Там вещи у нас в комоде детские. Валентина признается, что страдает алкогольной зависимостью, от чего намерена лечиться. Но вот провалы в памяти ее никогда не беспокоили. Теперь доказать, что показания выбивали силой, невозможно. Ведь на руках нет ни заключения медиков, ни даже фотографий. Побои почему не сняли? Потому что я же ее... Она первый раз, когда ее побили, она мне уже сказала на второй день. Это уже было очень поздно. Она, видно, была в таком стрессе. Ее в три часа ночи привезли. Через день она мне уже это рассказывала. Я говорю, ну теперь уже поздно, потому что могут же сказать, что ты где-то по дороге могла их получить. А второй раз побои она получила, уже ее закрыли. У меня уже с ней связи не было. Во временном изоляторе девушка провела два дня. После суд назначил ей наказание, домашний арест до 5 июня. В свою очередь в МВД дали исчерпывающий комментарий. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 3, статьи 30, части 2, статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, подозреваемыми даны признательные показания, которые нашли подтверждение в рамках проверки показаний на месте происшествия. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Заявление в прокуратуру на полицейских пострадавшая, как она себя называет, так и не написала. Юлия Пермякова, Сергей Костенко. Новости дня. Заиграевский район.